здравствуйте мои подписчики и гости канала а в этом видео представляю вам отзыв и обзор на книгу айзека азимова кризис основания другие обзоры на романы серии основания айзека азимова это первые пять романов в хронологической последовательности я выкладывал больше года назад на канале посмотреть их вы можете перейдя по ссылке в описании роман кризис основания его название переводилась по-разному в разное время и разными переводчиками кризис основания академия на краю гибели край основания край академии предел фонда разные переводчики выбирали для себя разный вариант перевода ключевого термина foundation однако в этом видео я буду придерживаться перевода основания поскольку уже сейчас вышла три серии сериала foundation и в русском переводе переводится как основание однако давайте поговорим о романе о книге которая вышла в 1 тысяча девятьсот восемьдесят втором году и на тот момент являлась четвертой книгой серии foundation однако шестой книгой в хронологической последовательности цикла но первые две книги на тот момент еще не были написаны они будут написаны только в конце восьмидесятых годов посмотрим что же такое кризис основания действие романа происходит через 500 лет после того как было создано первое основание считалось что второе основание второе основание пытается управлять первым используя науку психоисторию и считалось что второе основание было уничтожено об этом мы говорили в видео обзоре на роман второе основание этот видео обзор вы можете посмотреть перейдя по ссылке в подсказке однако в романе кризис основания практически которая рассказывает о том что произошло через пятьсот лет после бегства Гарри Селдена с Трантора после основания на терминусе первого основания а также после основания второго основания где-то на другом краю галактики и сам Айзек Азимов вплоть до книги кризис основания сам умалчивает а собственно где находилось это второе основание ну давайте обо всем по порядку член первого основания голланд тревис в прошлом офицер космофлота считает что второе основание все еще существует и тайно управляет событиями по приказу мэра на терминусе столице федерации основания его арестовывают обвиняют в государственной измене и высылают с терминуса с приказом найти второе основание вместе с ним отправляется Ян Пиларат профессор древней истории и мифолог заинтересованы найти местоположение земли мифического родного мира человечества в то же время стор Джендибелл молодой и энергичный оратор второго основания пытается разыскать некую третью силу которая тайно управляет событиями в галактике включая действие второго основания здесь я немножко остановлюсь и отвлекусь от перечисления событий книги и отмечу такой интересный момент что в момент чтения этого романа я в какой-то момент подумал что вот эта мифическая тайная третья сила как ее описывает стор Джендибелл которая может управлять только конкретно одним человеком или небольшой группой людей а не как план Селдона который ориентирован на многое миллиарды и триллионы людей миллиарды населенных планет и так далее когда я вот об этом прочитал то первая мысль которая мне пришла в голову это мне показалось что это он описывает робота которого мы уже знаем по первой книге приюде к основанию робота который представился как Даниэль Олива то есть мне показалось что Азимов идет именно к этому но однако однако он поворачивает свой роман в другое русло и приводит героев на планету Гея которая как оказалось под конец книги не является землей которую ищет Пелорат но Пелорат все равно доволен тем что он нашел Гею этот какой-то кусочек первозданной природы в техногенной галактике где все общаются телепатически где есть единение человека с совсем сущим которое есть на этой планете и с планетой в том числе и как говорит представитель этой геи они называют себя я мы гея не важно к кому он обращается к древнему старику которым как он сам говорит ему там 92 года и скоро его путь завершится или же к молодой женщине все они говорят что они части геи и неважно с кем говорят герои то есть это Тревис Пелорат неважно с кем они говорят они все равно говорят с геей то есть с планетой и с каждым его существом не только человеком но и камнем животными растениями горами и так далее и Азимов создает этот мир вот этот мир телепатов и рассказывает о нем очень подробно и мы узнаем что оказывается даже в этом мире телепатов где вся информация хранится в распределенном виде в каждом человеке по чуть-чуть в камне по чуть-чуть в горе по чуть-чуть в растении в животных и так далее информация которая хранится вплоть на 20 тысяч лет назад как утверждают обитатели этой планеты планеты гея когда эта планета была создана и когда впервые на эту планету пришли люди а когда главные герои пытаются у них выяснить а где земля была ли земля про родину про матерь человечества про матерь той галактики которая заселена на момент сюжета и событий в романе то вот эта молодая девушка я сейчас не помню как ее зовут она задает вопрос скале потому что вся древняя информация которая не часто используется которая не нужна для повседневной жизни она хранится в скалах и она задает вопрос скале скала думает думает очень долго и выдает ответ что информации о том времени нет и герои задают такой вопрос а вы же откуда то пришли вот эти первые три тысячи лет вы же знали откуда вы пришли люди которые жили на гее они же знали откуда не пришли и они приходят к выводу героя романа что информация о земле кем-то стерта и они принимают решение продолжить свой поиск но этот поиск они будут продолжать уже в последней книге если мы смотрим по хронологии событий они будут это сделать в последней книге которая называется основание и земля первый секрет который нам открывает Айзек Азимов в этом в этой книге то что Трантор является родиной второго основания местоположением второго основания то что он не говорил в первых трех книгах которые вышли за 30 лет до того а может быть он и не знал куда поместить второе основание и вторая тайна которую мы узнаем что вот эта вот женщина которая была на Транторе и ее взял с собой Джен Дибелл он она является представителем геи и в ней эта гея спит если она далеко от геи но продолжает выполнять задания этой планеты и выполнять и быть связанной через всю галактику с этой планетой и быть частью ее и проводить в мир вот эту вот как бы сказать политику видение того что мир это это природа и чем ближе к геи тем сильнее гея в этой женщине эту женщину зовут Нови Нови через О ошибка моя не случайно потому что здесь я сделаю отступление потому что мы видим планету в которой все связано где люди живут в гармонии с окружающим миром женщина которую зовут Нови и мы вспоминаем что в 2009 году вышел фильм аватар где эта планета представляется в виде пандоры на которой живут народ Нови или на Ави ну как то там и Камерон получается взял вот эту часть книги Азимова перенес ее в другой контекст но оставил эту вот так сказать живую планету и народ который общается с этой планетой посредством телепатии что еще можно сказать что скорее всего если появится какая-то фантастика про космос то она скорее будет вторична по отношению к книгам Азимова чем что-то новое или что-то еще неизведанное потому что в любой книге про космос будут упоминаться прыжки между галактиками космические корабли бластеры или еще что-то подобное добыча допустим урана на астероидах как мы уже разговаривали в одной из делая обзор одной из таких книг это Уильям Тен срок авансом то есть получается так что пройдя фантастика практически ну пусть даже 40 лет с 50-го года по 90-й год она себя полностью исчерпала возможно так это был отзыв и обзор книги кризис основания Айзека Азимова подписывайтесь на канал ставьте колокольчик поставьте колокольчик уведомления чтобы получать уведомления о новых видео Благодарю вас за внимание и до новых встреч до новых встреч �ам до german Продолжение следует...